Привет, наши, наши. В каком-то смысле наши, да? Наши. Так я присвоил вас нашему каналу. Хотя, конечно, разумеется, вы свободные люди. В целом, вы свободны, но только не на эти 40 минут. У нас сегодня 16-я серия. Женщина с хлыстом отходит на покой. Сегодня нас ждут новые приключения. Ах, эта женщина с хлыстом. Никю водю. Вода. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. А что дальше, пап? Ну, народ огня развязал войну. Ага. Ну, все. А дальше? Хватит. Но все изменилось, когда народ огня... Но все изменилось! ...развязал войну. Только аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков. Вот, только аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить войну. Захватчиков, ты только что слышала. Но когда мир нуждался в нем больше всего, он исчез. Прошло сто лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство магии воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Прежде всего, на Аватар... Я хочу увидеть деда, но... Помогу Энг... Все-все-все-все. Книга первая. Вода. Глава шестнадцатая. Дезертир. Сейчас разберемся, что здесь к чему. Ищи меню, я умираю от голода. Заметил, каждая серия начинается с того, что они голодные. Или сока. В основном сока есть хочет. Нет сока. Это очень классно, что они вывешивают меню ресторана прямо на улице. Ты всегда хвалил. Обожаю вот эти рестораны, которые вывешивают. Ты смотришь тебе по карману, а ты... Ага, я нищеброд. Спасибо, что напомнили мне, пока я проходил мимо вашего богуугодного зрителя. А ты, знаете, заходишь и понимаешь, что немножко дороговато. И ты либо раскошеливаешься, либо уходишь. Нет, ты всегда уходишь. Ты встаешь и смотришь. Официант на тебя смотрит с пониманием. Единственное, официанты не смотрят на тебя как говно. Но они такие, если бы я здесь не работал... Да, некоторые официанты смотрят на самом деле. Да? Как на говно. Даже когда ты остаешься. Кажется, здесь можно поесть праздник Дня Огня. Искусство. Звучит как адская кухня. А звучит как вам не надо войти. Звучит как народная кухня огня. Нет, ну да. Да, это же он все на огне. Вся их цивилизация пошла на то, чтобы ковать железо, делать корабли. Они могли бы делать шашлычки. А они могли бы вот так вот... Овощи на гриле. Собу готовить, вот это все, овощи готовить. Твоя народа Огня, жонглеры, маги, волшебники. Идеальное место для изучения живых магов Огня. Советую тебе передумать. Смотри. Эй, это же ее! Тебя разыскивают. Это плохо. А среди прочих разыскивают еще голубую маску. Так, это тот... Это получается... Разве это он? Да, это он. Типа Зука? Когда он напал. Они же не знают, кто это был. Ну, это эта маска, да? Ну да. Ну, нарисовано, конечно, плохо. Чувака в белом я не знаю. Это, наверное, ведьмак со шрамом. Так, а вот этот чел, потлатый, я не знаю. Луки-чан. Тебя разыскивают. Почему нет? Это плохо. Давайте двигаться дальше. Я должен учиться магии Огня. А это возможность познакомиться с ее мастерами. Ну что ж, можно и посмотреть. Что? Ты предлагаешь идти в город людей Огня, когда они одержимы? Да, это немножко странно. Это очень странно. Это крайне странно. Научишься как-нибудь сам или потом? Нет. Все ли маги Огня враждебны? Да. Да? В априори. Ну, мне кажется, да. И на генном уровне. Ненавидишь. Ну, война идет. Ненавижу. Мне кажется. Магов воздуха ненавижу. Ну, это прям вот так работает. Слушай, если в их городе распространены листовки с аватаром, и они его ищут, вряд ли они ищут, чтобы по головке погладить. Это сто лет пропаганды, не может остаться без следов. Переоденемся, а станет опасно, уйдем. Что случилось? Это я, это я. Сейчас, секунду. Да уж, мы всегда уйти вовремя успеваем. Ребята, не шумите, пока мы на празднике. Спряталась пусечка. Все. Заказываем аппу. Теперь маскировка. Ты просто стал другим человеком. Пошли. А вот вопрос. Эль, может быть, плащ лучше дать аватару? Катару вряд ли кто-то здесь знает. Или Зука. Аватара разыскивают. Может быть, он наденет плащ? Более того, можно же переодеваться. Ты же определяешься магом воздуха не по одежде. Она же для тебя не какой-то магический талисман, который тебя заставляет или помогает воздухом управлять. Это... Ну да, да. Но зато она помогает тебя узнать. Среди тысяч просто. И вот еще вопрос. Когда он стирает одежду. Все то время, пока она сушится. У него несколько таких. Я думаю, что нет. Они все одинаковые. Я мыслю достаточно устно. Надо широко. А, воздухом сухо придет. Ты переста надеваешь его? Да, и все, готово. Готово. Класс. Как удобно. Очень удобно. Ого. Это дезертир. Кажется, нам нужны другие костюмы. А где найти такие маски? Покупайте маски для праздника огня у меня. Это было очень легко. Мне нравится. Красиво. Теперь все на своих местах, да? Классно, конечно, недовольный. Эй, там можно поесть? Наконец-то. Что у вас есть? Огненные хлопья. Лучшие в городе. Я беру. Огненные хлопья? Да. Кто бы мог подумать? Эй, смотрите. Что за огненные хлопья? Ну, они, наверное, острые. Или очень горячие. Нет, что захочу. А что это за блюдо? Я просто больше, чем уверен, что это реально какое-то... Существующее? Существующее что-то. Кто знает, напишите. Я думаю, что это обжаренные зерна кукурузы. Мне кажется, они просто очень горячие. Или пупкор. Не бойтесь, верные подданные. Никто не может победить. А вот и пропаганда. Да, да. Местный аналог телевидения. Натяй на огня. Ой, нет! Жесть. Давай, убей его! Убей всех! Это начиналось как шутка, но это реально пропаганда. Чему детей учат с детства? Убивать других, другие народы? Кайф. Вообще, просто потрясающе. Я говорю, все больше и больше аналогий. Я обожаю... Вот он очень актуальный мультик. Я не знаю, вот в любом... Когда не будешь смотреть, всегда будет какая-то жопа на планете происходить. Ты всегда сможешь сопоставить все, что здесь происходит. Да. Ан, подожди. Куда мы идем? Не знаю. Зрителей много. Наверное, это интересно. Я знаю людей огня. Наверное, это казнь. Казнь. Это реально средневековье. Ты просто приходишь посмотреть, как кому-то отрубят голову. И это, между прочим, классное провеждение времени. Потому что все остальное время ты смотришь, как люди умирают бесплатно где-то в грязи, в говне. А здесь сцену построили. Сделали разные штуки. Красивое сожжение. Варвары. Ты понимаешь? Трэш. Маги огня отбитые ублюдки. Да. Вместо того, чтобы готовить вкусную собу... Шашлычок. Шашлычок. Они занялись такой херней. Зачем вам эти земли? Вообще, зачем вам эти земли? Ну, это амбиции их правителя. Ну, подожди. Нельзя просто так на пустом месте захотеть воевать. Допустим, маги земли не торопятся воевать. Я говорю, амбиции правителя. Он такой, хочу, чтобы мое, блин, царство было везде. От края до края земли. Может, они были маленькой территориальной кучкой где-то там. Какая разница? Маги огня. Типа вообще все такие, маги огня. Что за дебилы? Только огнем умеют управлять. Тут какие-то странные ребята. Типа их забулили? Да, да, да. Типа мало земли, мало вот это все. Может, наоборот. Просто мне хочется предысторию, почему эта война началась. Да, я знаю. Там был отбитый дед. Ну, он же получил от кометы силу и такое все. Да, да, да. Но вся идеология-то откуда у человека созрела? Просто типа... Слушай, откуда у тиранов истории нашей земли появлялись эти амбиции? Иди, загляни ему в голову. Блин, маску надень, дурак. Извините. Фокусу мне понадобится доброволец. Эй, эй, я, я! Ты что делаешь? Я хочу все получше рассмотреть. Давай лучше не привлекать к себе внимание. А у нее прям маска мамаши. Да. Я не могу. Вот вы чувствуете, что... У них у всех маски прямо олицетворение. Да, да, да. Она прям, знаете, вот такая... Мать, сын, ты должен быть достойным. Прилежным. Прилежным. Ты мой хороший. Вся эта любовь между ними, это сплошной дипов комплекс. Мне не нравится их романтическая линия. Более того, вы в Телеграме... Да я тоже их не сыпереду. Кто-то из вас скинул каст персонажей, который будет в сериале от Netflix. И там Анг прям мелкий шкет. Он прям, он прям мелкий. И Катара. Вы видели эту огненную Катару? Да это же просто... Что за женщина? Сколько ей там? Я не знаю. Но девочка, наверное, маленькая. Ей лет 18, может быть. Ну, может, 20. Но выглядит молодо. И это вообще никак не сопоставляется по возрасту. Ему там реально лет 12. Ты понимаешь? Ты видела? Да, да, я видела. Это вообще никак не бьется здесь. Они примерно хотя бы одинаково... Да, давайте не будем их шиперить. Мне не нравится тоже. Но здесь это происходит. В 14 серии нам показали. Он просто влюбился. Ну, это все равно так вот, не знаю. Да, как-то... Какая-то немножко... Какая-то не такая история. Ладно. Но может быть, она и крута. Ну, может быть, мы еще ничего не видели. Может, там вообще какой-то разнос. Сейчас-то никаких действий не будет предприниматься, хотя в первый сезон пока не взрослёт. И потом, как это сейчас они мелкие, а потом они повзрослеют. И границы стираются, да. После 40 уж точно. Может быть, ты и девушка? Эээ. А, стесняется. Давайте ее как следует попросим. Давай! Почему не меня? Дезертир. Этот фокус называется украшение дракона. Ты будешь похищенной принцессой. Не бойся, девушка. Я укращу огненного зверя. Которого же я и сонду. Он слишком силен. Не могу удержать. Вам помочь? Нет, не надо. Веревка, она рвётся. Да, аватар, это же фокус. Ну, это странно. Вся серия сегодня какая-то логичная. Во-первых, пойдем в жерло вулкана. Вообще, своего главного врага. Ну, он хочет научиться. Ну, блин, он же просто не понимает, что это фокус. Ну, это на инстинктивном уровне спасти Катару. Да, да, да. Любовь твоя. Да, да, да. Эй, ты хочешь меня превзойти? А-а-а, маска слетела. Эй, ты хочешь аватар? Мне кажется, пора уходить. За мной. Я вас отсюда выведу. Дезертир. Дезертир. А я надеялся, что это будет волшебник уличный. И он такой, у меня есть пара фокусов для тебя, аватар. Я в целом добрый, малый, просто зарабатываю как могу. Но мои таланты послужат общей целью. И они вместе тусуются. Это было бы классно. И он его учит. И он его учит. Прикольно, нет. И комедия в том, что в реальном бою аватар такой, а огонь. И оттуда птицы, драконы, бесполезные. Вся вот это вот. Да нет. Он не маг. Сюда. Я зову Аппу. Надеюсь, он услышит звук твоего свистка. Сюда. Так. Не сюда. Только вдумайтесь, насколько Аппа... Не, Аппа это просто... Если бы в этом мире были боги, я думаю, что Аппа был бы достоин на номинацию местного божества. Слушай, вдумайся, насколько величественное, красивое животное. Плюс еще, какой невероятный слух. Я так понимаю, это свисток, как ультразвуковой свисток, он уже грел на собак. Что-то есть собачье. Он прям похож на какого-то бульдога. На какого-то уставшего пса замученного. Которого, знаешь, дети приходят вот так вот... Да, да, да. А он сидит терпит. Вообще невозможно. Они глаза ему отрывают. Я поражаюсь выдержке таким собакам. Это мумиляет. Да, это мумиляет. Ты понимаешь, он настолько далеко. То есть, они сейчас в городе. А он должен услышать где-то там в лесу. И прилететь, и спасти их. Насколько далеко звуковая волна распространяется ультразвуковая, кто-нибудь может сказать в километрах? Я вот хз. В сантиметрах могу сказать. Скажи, в сантиметрах. Сейчас должен АПА появиться, по идее. Не, не, сейчас не. А, пиротехника тогда, да. АПА, сюда! Вот, АПА теперь стал использовать магию воздуха. В прошлой серии он первый раз ударил хвостом. Кажется, он первый раз это сделал, да? И мы нам раньше не показывали. И теперь он стал это активно... Или нет, на корабле, кажется, он тоже долбанул. Я вот не помню. Слушай, я не помню. Но в целом я от него что-то такое всегда ждала. Он же тоже маг воздуха, по сути. Да. Он зубер воздуха. А есть еще животное. Нам ни одного животного, кроме АПА, не показали, которое управляет, допустим, МОМО, да? Вот МОМО. Не, МОМО это просто. МОМО просто животное, да? Ну вот... Просто прикольно, что у магов воздуха есть свое животное, которое тоже как-то с воздухом взаимодействует. А у магов земли, допустим, огня и воды, таких своих нет. Я не видел. Это чисто, мне кажется, фишка магов воздуха. И это прикольно, это очень круто. Или есть у всех, просто нам не показали. Допустим, у... Показали бы уже, если было бы. Не-не-не, у Аватара Року был его зверок-дракон. Дракон? Ну да. Ты помнишь в четвертой серии? Кажется, четвертая это была серия. А, нет, восьмая. Я не помню. Когда он был в мире духов, Анг, его встретил дракон. А, ну это дух был. Ну да, дух. Дух его... Ну если у магов огня драконы, то я за магов огня. И ни одного дракона, кстати, живого нам тоже не показали. Блин, они как у Таргарена, вымерли все. Ну по-любому есть три яйца еще где-то. Нет, серьезно, где драконы? Да что ты взял, что они есть? Да потому что у Аватара Року был дракон. Ну что только это у него был? Наколдовал? Да. Красота. Честь. Как что-то горительные такие. Не-не-не, это нормально, это типа наша русская баба. А, обычай. Обычай. А, вообще вот это вот на масленицу сжигать, вот это вообще трэш, да? Хорошо, что хотя бы заменили живого человека на соломенную куклу. Я за это уже благодарю. Это живой человек? Ну отсылки. А, типа в язычестве? Ну так да. Ну отсылки дикие, я соглашусь. Я до сих пор не выкупаю, зачем это делать? Трэш, трэш. Но мне нравится там один прикол, это лезть на столб за всякими ништяками. Давай, 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 я люблю. Кажется, вы настоящий мастер. Разбираюсь. Это тот самый чел с завязанным хвостиком. Нет, нет. Нам специально показали. Это был Джоги Чан. До страны огня. Бывший, меня зовут Чей. Я служу человеком. Нам покажут хорошего, доброго мага огня, чтобы мы не говорили, что они все говнюки. И по совместительству он, разумеется, дезертир. Ну да, он дезертир, Саш. Так серия называлась. Ты уже окончен. Он больше, чем человек. Это миф. Но настоящий. Живая легенда Джон Джон Дезертир. Он был генералом армии огня. Или нет? Он был адмиралом. Он был высокого звания, понятно. Да, очень высокого. Но больше не мог мириться с безумием. Он первый, кто ушел из армии и уцелел. Я второй, но легендой от этого не станешь. Ну и что? Джон Джон гений магии огня. Говорят, что он безумец, но это не так. О, это же потрясающе! Есть кому учить Анга. Да, да, они могут реально научить. Но он не может, потому что он просто солдат, не обладающий магией. Иначе зачем? Солдат может не обладать магией? Чем он тогда делится? И при этом он поджигал вот эти замечательные... Может, он просто не хочет больше использовать силу. А, да, это оскверняет его, да? Типа вот так вот. А еще он похож, как с книжек про эволюцию на Астралпитеку. У него такая большая массивная челюсть. Ну, созданная, чтобы жевать палки. Вот такой вот интересный человек. Но по-своему красивый. Красота штука непостоянная. Лет через 20 это будет в моде. Поэтому все, кто на него похож, чуть-чуть подождите. Чуть-чуть. Он великий. Есть великий маг, не согласный с хозяином огня? С ним надо познакомиться! Он меня научит! Мы не будем искать безумного мага огня. Он не безумец. Он гений. Кому как не ему учить, Аватара. Поэтому я и пришел на праздник. Ясно. Спасибо за помощь, но утром мы улетаем на Северный полюс. Слока, это возможность познакомиться с мастером магии огня, который действительно готов меня учить. Мы с ним только поговорим. То же самое вы говорили о празднике. Почему меня никто не слушает? Вот именно. Не с места. Это еще кто за клоуны? А что это земля? Земля... Огни. Огня. Они сейчас на территории магов? Огня. Огня. На территории... Я хочу зажать shift или escape и посмотреть, где на карте они находятся. Потому что мне тяжело. Они из каждой серии перелетают в другую. Иногда теряюсь. Джон Джон вилял тебе не искать Аватара. Постойте, вы их знаете? О да. Линьи, мой друг. Да, Линьи? Молчать? Шагай. Че? Идея, он говорит только с тобой. О, ничего. Мы поговорим позже. Джон Джон здесь? Мне надо с ним говорить. Нет, жди здесь. Идеи, ну. Не бойтесь. Все будет хорошо. Он величий человек. Великий. Я так понимаю, это прислуга того мастера огня. А зачем они напали на них? Не напали. Ну, они как-то ведут их вот так вот. Под прицелом. А потому что ты когда старый маразматик... Извиняюсь. Когда ты старый маразматик, переживший ад войны, ты на воду дуешь. Все. Уже такой суперподозрительный дед. А с годами ты еще сильнее обостряется. Возможно. Значит, Аватар был здесь, а вы дали ему уйти? Да, господин. Но в основном праздник прошел прекрасно. Не драк, не воровства. Мне плевать на вашу мышиную возню. Куда они пошли? Они ушли в лес. На той стороне реки. Приготовить лодки. Будем преследовать Аватара. Вот этот хер меня реально бесит. Чем тебе он бесит? Я не знаю. Мерзкий чел. Его амбициями, да? Нет. Но нам изначально показали его как подлого. Он звука обидел. Не просто обидел. А напал со спины. Да. Кто так делает? Ну что? Когда я увижу Джин Джона? Не хочет он вас видеть. Разгневался, что я вас привел. Требует, чтобы вы немедленно ушли. Наконец-то. Идем отсюда. Почему он не хочет? Он говорит, что вы не готовы. Что вы еще не овладели магией воды и земли. Постойте, откуда он знает? Он видел, как вы шли в лагерь. Он все знает. Я все равно пойду. Какая разница, по какой очередности учить. А вдруг это важно? Вдруг огонь это вообще последняя штука? Нет смысла учить тебя огню, если ты землей и водой управлять не умеешь. Ну как ты? Как будто нет этому объяснения. Почему? Какое? Ну вот, допустим. Допустим. Допустим, чтобы получилось горение. Надо смотреть дальше. Я понял. Херь, конечно. Можно и так. Уходи. Учитель, мне надо овладеть магией огня. Только глупец идет навстречу погибели. Я аватар. Моя судьба? Судьба? Что может мальчик знать о судьбе? Если рыба проживет всю жизнь в реке, она знает судьбу реки? Это тот чел с объявления о розыске. Ну у него тоже шрамы, он там более ухоженный и красивый. Ухоженный. У нее, они же собирают себе... Да, но сколько времени уже прошло? Он за это время вот такой... Это был старый его портрет, старая аватарка. Да, но видишь, у него здесь тоже шрам. Как иронично, что у нас разыскивается всего три человека... Ну, как и это в этой деревне. ...из трех нами сегодня обнаруженных. Да. Или там еще кто-то был? Нет, три было. Нет. Лишь то, что река течет и течет. И ей не подвластно. Маска. Четыре. Рыба может плыть только по течению, но никогда не увидит конца. Она не узнает океана. Хорошо. Но разве не долг аватара овладеть всеми дисциплинами магии? Чтобы овладеть дисциплинами магии, надо сначала овладеть дисциплиной. Но тебя это не интересует, поэтому ты не интересуешь меня. Сейчас же уходи. Пожалуйста, я должен научиться. Это мой единственный шанс. Ты глух? Как мне тебя учить, если ты не желаешь слушать? Прежде чем учиться магии огня, надо покорить воду и землю. Вода холодна и спокойна. Земля прочна и неподвижна. А огонь? Огонь живой. Он дышит и растет. Без мага земли камень себя не бросит. Ха! Ты нагоняешь дед. Теми же свойствами обладает и воздух. Но он тоже подвижный, он тоже, можно сказать, живой. А владеешь воздухом, ну, является какая-то, может быть, родственная. Тем более, воздух раздувает огонь. Вот это вся история вечного сопротивления. Наруто и Саски! Огонь распространяется и губит все на своем пути. Если у тебя нет воли его укращать, такова его судьба. Ты не готов. Ты слишком слаб. Ну, ладно, может, это и логично. Ты думаешь, что я слаб? Аватар Року? Нет, нет. Я не это имел в виду. Я овладевал стихиями тысячи раз в тысячи жизней. Теперь я должен сделать это еще раз. Ты будешь учить аватара магии огня? Охренеть! Да, я буду вас учить. Правда? Это здорово! Нему это все, приход? Это не приход. Это аватар Рока вмешался как-то, да? Видимо. Только вопрос как? Как? Ну, в аватаре же, ну, в Анге живет же Рока тоже часть. Ну, как же это? Может, по-другому. Может быть, в этом великом отшельнике... Ну, он может видеть только аватара в своей династии. Анг же, он собирательный образ. У него там целая вереница. Но перед нами предстал именно последний аватар огня. Потому что он чел огня. Поставь ноги шире. Шире! Присядь! Теперь сосредоточься. Хорошо. Хорошо! Что это? А что дальше? Молчать! Так ты не сосредоточишься! Посмотри на нее. Она говорит, даже этот олух умеет сосредотачиваться. Эй! На чем мне сосредоточиться? Почувствуй жар солнца. Это величайший источник огня. И все же оно в гармонии с природой. А когда же зажечь огонь? Сосредоточься! Аааааа. Мы сюда идем, чтобы я ничего не поджег? Пока никакого огня. Что? Сила мага огня в его дыхании Вот почему так важно правильно дышать Вы привели меня сюда дышать? Прими позу, Шире Вы же не смотрите Шире! Теперь вдохни носом и выдохни ртом И ни слова, понял? Хорошо, продолжай Что ты здесь делаешь? Я не велел тебя прекращать Я дышал несколько часов Ты хочешь перестать дышать? Я не хочу, чтобы вы тратили мое время Я уже умею сидеть на корточках, дышать и чувствовать солнце Я хочу выпускать пламя из кончиков пальцев У меня однажды был ученик, который не желал учиться дисциплине Дай угадаю, он поджег себя самого Я все жду Есть какие-то истории, когда ты не доучился Тебе оторвало руки или ноги Или случайно ты сжег всю свою родню Знаешь, я считаю, что дисциплина важна Но вот когда какой-то культ дисциплины Культ дисциплины Меня это так вымораживает, что Дисциплина! Не, ну слушай Именно в нашем случае, когда мы сталкивались с дисциплиной Особенно с уст людей, которые этой дисциплиной слабо обладают Ну да, 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 там она действительно У меня триггерит все равно до сих пор От того, когда я слышу дисциплину Ну вот, научи его уже пуляться огнем и все Ну вот, знаешь, мне просто не кажется, дисциплина настолько же испоганенное слово, ровно как и ответственность От них от обоих И еще как креатив Ну да, и медийка Его интересовала только сила огня и как ее использовать, чтобы уничтожать противника и сметать препятствия со своего пути Но огонь это тяжкое и ужасное время Его природа все поглощает Ааа, вот кто его ученик Я же говорю, Мразотто вот это тот Так а кто виноват, что он такой амбициозный? Он взял на себя вину за то, что у него ученик или как? Нет, он не взял на себя Наоборот, он говорит, что вот он был недисциплинированный И он слетел с катушек И стал жестоким Как многочасовое дыхание на горе поможет тебе выветрить все дурные мысли Не знаю Об амбициях Не знаю Здесь нужна психотерапия У них ее нет, поэтому они спихиваются на неумение дышать Да, 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 да Маткой Не будучи обузданным, он уничтожает все вокруг А чем они на него напали? Просто чтобы показать, что он не обузданный Научись сдерживаться, иначе погубишь и себя, и все, что ты любишь Я обдумал ваши слова Я обещаю быть более терпеливым Сейчас мы начнем работать с огнем Ура! Вернее, начнем Сосредоточься на огне Ты должен не пускать пламя к краям листа как можно дольше Учитель, беда! Что такое? Сосредоточься на листе Это самый ужасный урок магии огня Он все время бросает меня одного Сосредотачиваться или дышать Значит, на то есть причина Но я готов идти гораздо дальше А-а-а, Дарис! Получилось! Я зажег огонь! Анг, это хорошо, но огонь надо сдерживать Осторожно! А-а-а! Вот это магия огня! Анг, ты обожжешься! Как же это делал тот джонглер? А-а-а! Катаро, прости меня! У нее лицо нахрен сжег Руки Да? Руки Она же защитила ее лицо А-а, жесть! Катаро, что с тобой? Что ты сделал? Это вышло случайно Я был У Катаро, я А-а-а! Я же говорил С этим нельзя шутить Смотри, что ты наделал Ты обжег мою сестру У меня прям красные руки Не, ну это дичка, конечно Ну он и раньше шкодил И сжигал деревья Он просто не осознает эту силу Ему реально нужно ее сдерживать Он не научился сдерживать, а уже типа Ладно, дисциплина важна Ты обжег мою сестру Это вы во всем виноваты Я знаю Собирайте вещи И немедленно уходите Прости Я не хотел Прости Засунь ты в воду руки Чтоб легче О, а есть такой прикол Что маги воды могут исцеляться С помощью воды? Я слышал это? Или я это придумал? Ты это придумал, наверное А вода что, исцеляет? Мага воды, да, наверное Откуда мне это знание? Странно Я помню из первых серий, кажется Нет? Придумал, да А может ты не придумал? Да, нет, не придумал Охренеть У тебя дар целителя У великих магов из племени воды Иногда есть этот дар Я навсегда мечтал быть одаренным, как ты И свободным от огненного проклятия Но вы великий учитель Вы намного сильнее меня Вода дает исцеление ей жизнь Огонь только разрушение и боль Он заставляет обремененных заботой о нем Ходить по лезвию бритвы между человечностью и дикостью В конце концов нас разрывает на части Собирай своих друзей и беги Не возвращайтесь сюда Или вы все погибнете Скорее Это его учитель, охренеть Вообще это потрясающе Я с Татьяной кайфую, когда встречается Ученик и учитель Да Ну, возьмем, допустим, мою любимую сцену с кунг-фу пандой Вообще я люблю этот мультик, он мне нравится И не потому что, ах вы, уродцы, я похож на панду Нет, не только поэтому Потому что там есть шифу А, ты не смотрел Я не смотрела Да, что ж ты за Не, я смотрела первую часть Я помню, там был лев Лев? Тигр 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 был там? Тигрица Надо посмотреть Помню Я смотрела в детстве Я просто не помню Да что ты Бой был потрясающий Не бойтесь Мой старый учитель давным-давно перестал быть воином Не так ли, учитель Джон Джон? Катара, тебе уже лучше? Все прошло Отсюда надо уходить Где Аанг? Сточек поджигает Джон Джон говорил мне, что я не готов Но я не слушал Я больше не буду упрощать огонь Когда-нибудь придется? Нет Никогда Все хорошо, Аанг Ожоги прошли Что? Как? Я расскажу потом А сейчас нам надо отсюда бежать Джао и его солдаты уже здесь Где? У реки Они схватили Джон Джона Нужно ему помочь Посмотрите на себя Когда-то вы были великим Я не могу поверить, что мой бывший учитель стал простым дикарем Это вы совсем одичали, Джао Я теперь адмирал Джао Звание не поможет вам одолеть Аватара Не пытайтесь с ним драться Он вам не ровня А с ребенком я как-нибудь справлюсь Я никогда не видел такой огромной силы Джон Джон Посмотрим Взять десертира Это фокус Он в лесу Найти его Сейчас мы узнаем Чему тебя научил мой учитель Вы учились у Джон Джона? Пока не наскучила Я вижу, он научил тебя увертываться подобно трусу Но сомневаюсь, что он показал тебе, на что способен маг огня Ого, мимо? Я покажу тебе мимо Никакой выдержки Встань и бейся, Аватар А это был бой? Я думал, что это разминка Мне очень нравятся бои здесь Он начинает его дразнить Он же понял, что он нетерпимый человек Да, да, да И поэтому начинает его Есть же другой огонь Внутри Распалять Кайф, кайф Чтобы он сейчас корабли своих спалил Ага Ну, вполне может быть Не знаю почему, но я думал, что вы сильнее, чем Зуков Слабо Очень слабо Бежать некуда, хвастливый щенок Вы проиграли этот бой Ты зашел с ума Ты ни разу не ударил меня Нет Это все вы Джон Джон говорил, что вы вспыльчивы Счастливого пути Анг, скорее, полетели Стой, где Джон Джон? Он исчез Как и все они Эй, куда все ушли? Очень смешно Наверное, а как они исчезли? Анг, у тебя ожоги Сейчас будут лечить Водичка Я помогу Я помогу Как это круто Как это быстро Одно дело, когда ты себя учишь И дешево Когда ты себя лечишь Это еще как-то можно Там, знаешь Инстинктивный уровень Ну, она себя уже вылечила Я поняла, как это работает Давай, я потренируюсь Для тебя Ну, как будто Как будто для этого можно было выделить Целую серию Как она учится лечить Ну, опять же, пускай Почему? Да зачем? Ух ты, хорошая вода Когда ты этому научилась? Я всегда это умела Тогда спасибо за неотложную помощь Например, когда я упал в зону в ржевике Или когда мне в палец пилось два рыболовных крючка Два? Он пытался вытащить один рыболовный крючок другим И когда меня укусила мохнатая змея Спасибо за лечение Мне очень помогло Как мне сока нравится Я говорила, что мне очень нравится сока Он такой милашка И ты решил бы очень много проблем Вы только вздумайтесь У тебя дома мохнатая змея Они же все скользкие, холодные и мерзкие А этот И ты гладишь его, как кошку Очень длинную Да, очень длинную кошку Ей нравится А зимой Она твой друг Вот так вокруг тебя И ты превращаешься в очень модного молодого человека И ты можешь его так выгуливать И никто тебе ничего не скажет Допустим, подходит тебе мерзкая соседка И говорит Вы вместе в мусорный бак И твой шарф Я хочу себе мохнатую змею Я обожаю этот мир Какая классная серия Говорю я каждый раз Когда мы смотрим аватар Это не исключение Обалденно Мне все понравилось Давайте Давайте пишите Ваши замечательные комментарии Ни разу не душные В общем, да, вот так вот Душнило здесь один я Ребятки, спасибо Что посмотрели Посидели с нами Действительно кайфовая серия Опять же Про комментарии Будет здорово Если вы Дополните Наши размышления Своими измышлениями Не задаваясь вопросом Что будет дальше Мы сами узнаем Ставьте обязательно лайки Лайки Это вообще кайф Мы тут хитримо говорим Что лайки Это вообще На самом деле Я вам открою Маленькую тайну Маленький секрет Да, мы определяем Самые хайповые Классные проекты По лайкам Но Вот закулисные игры И интриги Благодаря лайкам Это видео Попадает в рекомендации И другие люди Которые тоже Хотят смотреть Аватар С хорошими людьми Доброй компании Тоже Могут позволить Себе это удовольствие Как и вы Некогда попавшие На этот канал Так что Несите добро миру Благодаря вам Распространяется Это прекрасное видео Дальше По рукам И это все Это не мы делаем Это все алгоритмы Ютуба И ваши лайки Ну и И в целом Может поставить Если вам понравилось Не просто Потому что я вас попросил На этом все Пока Пока, ребятки Хорошенькие вы какие Хорошенькие вы Спасибо за субтитры